А на людях все хорошие, тихие, культурные, ну какие они просто, ну, ну, паинька. И это не холостяка, а комплекс. Таким должен быть человек. Нормальный человек должен жить один. Когда колхоз, когда эти бегают, дети, жена, там, родственники, коммуналка нас погубила. Вы стонете с временем, что-то рассказываете. Женщины? Вам плохие попадались. Причем они попадались? У меня всего одна. И далеко от меня живет. Я ее и тещу выдержал только три года, не больше. Теще это страшно. Так и я понимал свекровь. Я понимаю, что ей тоже было тяжело с матерью и мужем. Ну, поэтому жить раздельно, раздельно, раздельно всем. Из-за этого все проблемы. То есть на расстоянии и родственники хорошие, и жена хорошая, и муж. Но если вместе в одну квартиру, то дурдо. Вспоминал я Тахта, мы спим на Тахте, да? Я у жены жил. И узко спать. Ну, что, ворочаешься невозможно, да? Давай расширим немножко. Чуть сдвинем, а там что-то положено, да? Сейчас я с меня сбежал, начинаю давать советы. Значит, мне нужны все. Тест пришел, давайте, вот так, вот сюда, вот туда. Ну, что делаете? Я хочу переодеться, дверь закрыл, да? Теща ходит злая, что он дверь закрывает? Ну, что, должен при вас переодеваться? Ну, дикость такая, ну, дикость. Ну, что за жизнь? Это все они делают. Загнали их всех. Ведь вы же уничтожаете. На 10 лет живут меньше. И на 10 миллионов меньше мужчин в России. Русские, российские женщины загнали в могилу 10 миллионов мужчин. Этого Гитлер не сделал. Этого Ельцин не сделал. Дома вы загонять, дома вы чуть-чуть, чуть-чуть. И так сделал, туда пошел. Мало денег, не то одел. И тот костюм, и тот цвет. Купи, продай, сходи, где? Сапоги, косметика, завези, не завезли. Моды, театр. И пошло, и поехало, и пошло. И они всех погубили. Тесть умер, теща жива. Все, все сдохнут, они будут жить. И моя жена, и теща, и все будут жить. А все мужики на кладбище, на кладбище, на кладбище. А все по-хорошему. Интеллигентная семья, все хорошо. Но она от тестя наживала, моя теща, дурень каждый день пять раз. Дурень, ты дурень, ты дурень. А так он капитан первого ранга, все, под козырев, все. Ну, дома-то я слышал, как они называли? Дурень, дурень, дурень. Это любовь с ума сойдет. А вас как-то называли? Никак, попробуй, как назови, вот. Никак называли. Все, близко нет даже. Одна, значит, что-то там не так сказала. Я взял лыжную палку, как долбанул по полу. И она обиделась. А что обижаться-то? Ну, не стойте около меня. Вы видите, я не хочу вас слышать и видеть. Трехкомнатная квартира уже. Уже не теща, все. И все равно вот надо бубнить, бубнить, бубнить. Даже голос возражает. Как можно громко разговаривать? Женщины громко разговаривают. Ну, нельзя. Должна быть ниже на тон мужчины обязательно. Обязательно ниже. Она громко все и долго. И не смотрит на человека, она не понимает, что он уже не хочет слышать ее. Она продолжает говорить, говорить. Вот что самое страшное. Продолжение следует... Продолжение следует...